Привет! Сегодня мы вместе с Рудой обменялись квартирами и решили сыграть на Арис Майне. Если что, идею посмотрел у Бустера. Апи-сервера на экране и в описании, а также важная информация. Теперь все мои ролики будут выходить на этом сервере. Заходите, я вас всех жду. Но перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал, ведь наш цель это 900 тысяч подписчиков до осени. И также хочу выразить огромную благодарность этим спонсорам на Бусте. Там много эксклюзивного контента. Ну, а я вам желаю приятного аппетита и приятного просмотра. О, к нам гости. Пашка. Здорово, заходи. Я тут тебе подготовила тапочки. Опа. Раз ты сегодня нет труды, то я предлагаю тебе также надеть его кофту. О, пачки. Это приятный бонус такой, да? Да. Сегодня я буду Рудой. Вообще, Паша у нас бывает дома достаточно часто, поэтому... Я попашь на Руду? Очень. Почти. Ну, давай, переобувайся. Поэтому он, в принципе, знает, как тут все расположено, как мы живем. Я уже Руда. Ну, давай, раз ты, Саша, сделаем небольшой обзор. Так, во-первых, нас встречает прихожая. Здесь у Саши и Ани очень много обуви различных моделей. В основном это Nike. Мячик есть. Еще и мячик дали. Два. Ой, вот еще такой. Баскетбольный. Что, будем играть? Будем с баскетболом ногами играть. Да, давай. Ну, я думаю, что мячик мы положим, а то мы соседи стреложим. Ну что же, ребята, всем привет. Это обмен хатами с Фанзи. Прямо сейчас я нахожусь у Паши дома, как вы понимаете. Вот, можете это все лицезреть. Вот я у него дома, а у Паши не у себя. Паша там остался с Аней у меня дома. И я, блин, это необычно, на самом деле, такое ощущение. Когда я вообще не у себя дома у кого-то у другого человека. Ну, главное у родного. Так, ладно, я как культурный житель снимаю кроссовочки. Все, оставляю их здесь. Дальше у нас здесь приходит, там можно повесить культочки всякие различные. Также можно себя посмотреть. Я сегодня прям реально рода посмотрю. Вот такие штуки у нас все здесь есть. Зеркало и шарик. Это сердечко. Это значит, поставьте лайк. А ну-ка тыкни на сердечко, чтобы оно... Нет, прям жестче давай. Прям жестче. Да. В общем, ребята, ставим лайк на видео. Проходим дальше. Мы проходим. И тут нас встречает кухня. Где можно покушать. Сыточки. И давайте пройдем прям сразу на кухню. Потому что кушать любят все. Так, давайте посмотрим. Ну, слушайте, у Паши тут достаточно чисто. Стоит игровое кресло на кухне. Паша, зачем тебе игровое кресло на кухне? Объясни мне, пожалуйста. Ну, ладно, давайте откроем холодильник Паши. Кстати, у него он очень красивенький. У меня просто не прям такой крутой. Почему он... У Паши холодильник не открывается. Ребята, что делать? Ладно, я догадываюсь, наверное, с другой стороны. Он открывается. Оп, даже нет никакой ручки Паша. Так, ну, Паши прям хвостяцкий холодильник. Квас, октимель, королевские десертные ананасы. Ну, кукуруза и всякая другая ерунда. Ну, точнее, толком ничего. Мастеральная машина, ну, ладно. Тут так, по мелочи показал. Ой, вот это что такое? Здесь, как вы понимаете, спит Александр Рудаковский. И не только Руда, а еще и Аня. Смотрите, кто это у нас здесь сегодня. Тут, правда, сейчас не застелено, но мы показываем настоящую жизнь без треукрас. Здесь иногда спит Олег. Олега нету, к сожалению, сейчас, поэтому он тут не спит. Но тут такой уголочек Ани. Да, сейчас на зарядке вот этот вот работает пылесос, поэтому я все провода убрала сюда, но обычно не здесь. Также у нас есть такой вот друг, который помогает разбивать мышцы. Да, и такая вот штучка. И, ребят, самое важное, вы только взгляните на эту мелоту, просто посмотрите, как это выглядит. У ребят, тут книжек просто офигеть. Да, целая галерея. Да, читать не перечитать можно. Вы поняли, мы любим книги и игрушки. Так, ладно, возвращаемся сюда, в туалет. Ну, давайте сделаем обзор на туалет, потому что, я думаю, Паша тоже сделал обзор на мой туалет. Все, мы прямо сейчас находимся в туалете у Паши. Кстати, я бы сходил сюда, если честно, потому что мне это нужно. Обычный туалет, вон таблетки, что-то, туалетная бумага. Почему? За что ты розу законсервировал? Ладно, тут уже ничего такого. Так, ну что же, прямо сейчас мы идем в комнату Фанди. Получается, вот она вот здесь находится. Все, я открываю и, ох, ребята, так, давайте я выключу, наверное, здесь свет, чтобы его не тратить, потому что я, ну, культурный сожитель. И все, я попал в комнату Фанди, понимаете? Я прямо сейчас здесь абсолютно один. Здесь нету никого, ни Фанди вообще. Это прекрасно. Я могу хоть орать, хоть кричат, но только ко мне придут соседи, и это будет не очень хорошо. Ну, да ладно. Первым делом мы прямо сейчас у Паши начнем раздеваться. Закинем ему сюда мою кофту. Вообще прекрасно. Так, ну давайте сделаем обзор, что у него здесь. Здесь лежит у него уна, какой-то беременный уна. Посмотрите, он такой припухнутый. А, там, видимо, все карты очень забавно засунули. Какая-то батарейка вам не будут тропить, а то еще взорвется. Это, видимо, по всей видимости, синтезатор вот тут вот. Первый трек руды, погнали! Круто было. Закрываем его и выключаем из питания. Так, я, короче, догадался, как включить свет у Пашки в квартире. Холодно, короче, немножко наган. Но я думаю, в этом нет ничего страшного, потому что мы сейчас с вами согреемся. У Паши там уж кто-то на немецком заговорил, вы понимаете, чего это сейчас было? Продолжают даже там. Ладно, я думаю, нам не помешают вот эти, которые говорят на своем там... Ладно, а теперь мы идем к самому главному. Это балкон руды. Что мы тут можем заметить? Первым делом энергетики. На самом деле мы их не пьем. Это Лид Энерджи. Саша их покупал для того, чтобы собрать все буковки. Но, по-моему, так одной буковки и не хватило. Вот эти вот открытые баночки, это все выпивали наши друзья. А это, посмотрите, видите, все закрыто. Да-да. Я не пью энергетики. Взгляните на этот коврик просто, посмотрите. Соответствуют профессии, так сказать. Ну да, тут всякие джойстики. Кисаш тут все уже расположил, так подготовился, вообще прям все есть. Ой, аккуратненько. Да, даже вот такой вот есть толпак. Ну, в общем-то, что еще можно найти на столе у Майнкрафтера, да? Все, что связано с Майнкрафтом. И вот оно, самое главное. Это компьютер, мониторы, софтбоксы, микрофоны, вообще все, что только имеется. Конечно, фоточка. Да, это тоже мило. А еще мы можем делать вот так. Э. Не можем. Зачем заработало. Не знаю, может быть, если там батарейки сели. Ну что, я оставляю тебе. Все, я теперь буду играть в Майнкрафт. Ну, не просто играть. Я помню, удастся, как он так смотрит, ходил тросики на Алис Майне. Летс гоу. Закроем, Паша, и убегаем с его камеры. Я закрою окошко у Паши, а то холодно. Ладно, ребята, мы сели за рабочее место Пашки Фанди. Так, давайте прямо сейчас включим его компьютер и посмотрим, что произойдет. Паша, ты что сделал-то? У него не работает компьютер. Алло, Паша, а как включить? Ты что, все вытаскиваешь, что ли, когда это? Давай вот это, может, флешку засунем вот сюда и все заработает. Нереально, посмотри, вот. Компьютер не работает. Помогите, что делать? Как включить компьютер у тебя, Паша? Может, вот эту штуку нужно? Блин, как у тебя компьютер-то выключить? Ёки-ки, говки. Покажи, что у тебя там. Еще мою кофту надел, что ли? Ну, пока, Паша. Сейчас я все крашу просто с своего аккаунта. Зайду просто. Так вот, вот. Сейчас орать соседям у нас. Соседи, приходите, у нас туся. Сейчас они такие, да, приходим. Я такой, Паша, приедь, пожалуйста, мне жопа. Ладно, так, все, запись пошла. Я надеваю наушечки Фанзи. Всем привет, Фанзи. Я просто у себя так не могу сделать, потому что у меня ограниченное место, вы понимаете? А у Паши я могу вот так взять и... Блин, так необычно то, что я звоню с аккаунта Паши Паше. Это гиперзабавно. Но он мне не отвечает. Что делать, Паша не отвечает? Паша, ответь, пожалуйста. Я боюсь, что ко мне уже соседи идут. Майнкрафт-то у Паши, ё-ка ума. Паша, как, как ты, куда я зашел, где Майнкрафт? О, все, я нашел, короче, как зайти на аккаунт Фанзи. Все, только мне нужно с вами Фанзи созвониться, я не знаю, где он. О, наконец-то, Санек, ой, или Фанзи. Алло. Ну я, короче, как обычный инвалид, ничего не слышу, вот, ну, это классика уже. Сейчас, секунду. Алло. Я включу наушники. Алло. О. Привет. О, привет, ты сказал, я тебя слышу, здорово. Я надеюсь, ко мне соседи не придут, нифига себе, как у тебя слышно меня, это прикольно. Дуэль с Ашару, посмотри, как мне будет полпехаться, короче, с твоей Сенсой, вот с этим всем. Потому что мне очень непривычно. Мне тоже максимально непривычно. Нам оба максимально непривычно. Так, а как мне дуэль принять? Там дуэль, ацеп напиши. О, ты принял. Так, Паша, все, полетели. Ё-моё, как мне это непривычно, Паша, очень неудобно, короче. Понял то, что. Ну, мне тоже. Ну ладно, все, погнали. Ой, ты стрелять по мне хочешь? Не-не-не, оцени, блин, ой, как Паша, ну ладно. Сейчас посмотрим, влияет ли девайсы и вот это все на скилл. Ой, а ускоряться не могу так, как у тебя контрол не на это. Паша, жесть. О, у тебя на контрол, оно вообще, короче, неудобно для меня. А мне наоборот неудобно, потому что у тебя не на контрол. Но я не буду менять. У тебя еще сенса такая маленькая прям, я не знаю. Ё-моё. Так, ладно, я придумал, как мне зажимать, чтобы бежать за тобой. Я даже не знаю, сколько у тебя хп. О, я выиграл, у-у-у-у, соседи, здорово. Я надеюсь, они не придут, Паша. Ну, получается то, что все-таки девайсы не решают. Ну, не знаю. Ну, я в целом-то драться-то и не умею, поэтому... Видишь? Паш, давай выбираем, куда заходим. Я предлагаю, знаешь, куда зайти? Давай на какой-нибудь четвертый гриф. Так, давай, я залетаю на четвертый классический гриф. Я сейчас сервер буду ломать. Не ломай. А то я тебя сломаю. Ладно, спхерэ, молодец. Все, Паш, я все крашну. Нафига? Зачем ты крашнул? Что такое, Паша, что случилось? Вот это вот, что это такое? А что такое? Я ничего не знал, Паша. Это сам лукат. Ладно, давай я уберу фанзик, лоун тебе уже пишет. Ладно, давайте, извините. Все, я извинился, Паша. Вот ты меня подставил, подстава. Слушай, Сашка, у меня есть одно предложение. Давай мы сейчас вызовем рандомного игрока на проверку четов. И после чего, если он догадается, что что-то не так, выдадим небольшой бонус. Все, давай, я тогда телепортируюсь к тебе. Ну, точнее, к себе. Что ты игроков банишь по причине помеха? Кого проверить на четы? Прямо так и спросим. Что это? Меня. Вот, сундук написал. Давай, ты поехайся ко мне, Паша. Ой, ДС. Сейчас пойдем его проверять, ребята. Ну, вот сейчас открываем и меня, на самом деле, проверяем. Ну, то есть тебя. Ну, меня, но тебя. То есть меня. Блин, а как нам общаться, Паша? Как объяснить, что меня, но тебя? Ну, меня, но тебя. Ну, не меня. Ну, меня, которого здесь на твоем. Блин, мне так непривычно за твоим компьютером тут сидеть, на самом-то деле. А я как будто уже привык. Только СНСА меня, конечно, не удовлетворяет. И немного расположения. О, он написал, тихо, он написал. Так, он ничего не написал. Пиши свой ДС, Алёш. Ты что, ты его тоже забанил? Нет, я его телепортировал на спаун. Ты его тоже забанил? Паша, наверное, думает, что я всех просто у себя баню здесь. Я написал, пиши свой ДС. Че он свой ДС не пишет, когда думает? Давай ты напиши, ты Руда, ты там разберешься. Пиши ДС или не выдам самый крутой донат. Короче, я выключил микрофон. Я предлагаю немножечко затроллить Руду. Слушай, Саш, там доставка должна будет подъехать совсем скоро. Сможешь принять? К кому? К тебе, на квартиру. Подожди, к тебе это ко мне или к тебе? Ну, ну, ко мне, ко мне, где ты сейчас? Там холодильник должен подъехать. Сможешь принять? Сюда? Ты прикалываешься? А как я с этим холодильником? Че я сделать должен буду? Ну, там нужно расписаться, то, что ты получал товар, и поднять его. Как я его тебе подниму туда? С божьей помощью. Ладно, давай игрока на проверку вызовем. Так, телепортировал Aircon. Нифига себе, ты диктейм телепортировал, конечно, это консоль. Паша, консоль телепортировал к нам. Как ты к нам в консоль? У тебя так прикольно, ты по столу стучишь, и камера так трясется забавно. Короче, нужно дать ему книжечку. Где он? У тебя такая сенса, прям, я не знаю. Короче, еще раз вам пишу. Короче, прямо сейчас я хочу написать одному человеку, чтобы позвонили Руде и сказали, что там подвезли холодильник. Я, конечно, не знаю, видит ли, Саша, что я выключил микрофон, но сейчас лучше я его включу. Ален, что, получилось бы этого чувака? Ёки-игоки-диск... Сейчас я попробую найти, ладно. У меня пишет, подождите, вы человек? Да, я человек. Ё-моё, он еще думает, что я не человек. Ребята, вы только взгляните на это. Ёки-игоки. Получается робот. Мне нужно тут выбрать автомобиль, а я выбираю трактор, потому что здесь... А зачем ты трактор выбираешь? Ай... Как-то в приложении Дискорд возник к тебе ожиданный сбой. Ты меня слышишь, Паш? Да-да-да-да-да-да. Чё за хрень, ребята, просто посмотрите, на прямом месте у меня все крашивает. Я же вроде, наоборот, с твоего компьютера тоже зашел, ничего не должно крашиться. Чё за хрень? Алё, ты тут? Всё, я Пашу потерял. Всё из-за таргетеров, которые к нам пришли на Алисмайне. Ё-моё, ну как-то... Паши, вот уже первые траблы пошли просто. Как так? Короче, самое забавное то, что я уже нашел человека, который прямо сейчас позвонит Сашке. И скажут, что там холодильник подвезли, и нужно встретить, пойти их. Та-ба меня в ДВС. Я слышу, как ты клацаешь и телепортируешься. Он пишет, блин, а вот тот чувак побежал и слабал просто. Вот говнюк, понимаешь? О, опять человек. Почему тебе нужно тут подтверждать, Паш, что я человек? Чё ты тут делал вообще? Короче, Саша, должны прямо сейчас уже позвонить. Алё, ну что, получилось его добавить? Почему я каждый раз нажимаю и добавлю, друзья? Ну, у меня просто, я не знаю, какие-то планеты нужно выбрать. Шло не так. Вот. И проверьте правильно, Любовь писали. Ну, кто-то звонит, но я не буду отвечать. Почему? Алё. Алё. Мне кто-то позвонил, говорит, алё, алё, алё. Слышал? Не, не слышал. Это, возможно, доставка холодильника, я же тебе сказал. Я же твой номер указал. Ты реально? Реально. Алло. Да, смогу. Сейчас скажу. У меня есть лифт грузовой в наличии? Есть. Да, да, у меня есть лифт грузовой. Короче, с этого уже позвонили. Жесть. Этаж, домофон, наверное, я сам выйду, открою вам. Ну, то есть, позвоните-ка, будете рядом. Ага. Какие документы, Паш? Алё. Алё, алё, мне святой позвонил. Какие документы мне нужно будет сделать, Паш? Ну, то, что ты получил товар. Кстати, Паша тоже сюда на меня холодильник заказал. Паша вообще с ума сошёл. Он, если что, с продуктами, Саша. Какими продуктами? Ты прикалываешься, что ли? Да нет. Ладно, давай уже выбирать кого-нибудь. Ну, давай выберем, игрока. А когда доставка-то должна быть? Через полчаса. Через полчаса мы успеем, надеюсь. Паш, давай заходить в Дискор, где святой чел. Паша гений просто. Вот как так всё можно? Алё. Алё. Так, зашёл святой. Алё, привет. Ты как? Ну, вообще, в целом, это, да, того самого огород копал. Что огород копал? Короче, в реальной жизни. В реальной жизни? А что купил-то? Слушай, я, короче, тут кое-что купил. Новенькое. Что купил? Ты руду купил, что ли? Да. Чуть-чуть, смотри, видно дымку? Смотрите, экран. Ага. Как тебе моя кофточка? Честно? Кофта улы? Да. Балдёшь. А какого черта ты на рисмайне? Он просто зашёл поиграть. А, ну, блин. Чё микрофон новый купил, как тебе? Вот такой вот. Я тоже. Где? У меня Дискор залагал. Парни, как так? У меня 12-й промах залагал. Холодильник мне везут. Я тебе покажу, если что, через полчаса. Холодильник тебе, Макс. Алё. Холодильник через полчаса, жди. Какой холодильник? Такой, с продуктами. Триндец, зачем? Это не ко мне вопросы, мне кажется. Да подожди, а почему ты, Паша, Саша, это Паша... Ооооо, перегрялся опять. Что случилось, ребята? Да огород поменьше тебе копать надо, нормально всё. Ну, 7 соток. С твоим огородом уже купухой поехал. А, понял. 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 Приезжайте, приезжайте. Вот только приедете. Да нет, ты там с ума со своим городом прошёл, не приедем. Блин, ну, это плохо. А чего делаете-то? Ну, слушай, тут очень много рута, очень много. Тут, типа, ну, несколько фанзи, несколько руты, как я вижу. Угу, ну, логично. Ребята, а вы что, там, демки какие-нибудь, вебки включаете? Да нет. А то я ничего не вижу. А мы с камерами сидим. А, реально? Сейчас 3 сека, подожди, перезайду. Я теперь фанзи, как ты видишь. Да блин, пипец, я не вижу вас, ребята. Ребята, что случилось? Это реально плохо, ребята. Ребята, что делать? Афон залагал. А что делать, ролик записываете какой-то? Да нет. Мужики. Не, просто сейте. Не, мы холодильник обсуждаем. Паша, куда тебе холодильник-то поставить? Да ё-моё, какой холодильник? Смотрите, вот холодильник. Что по диаметру? Паша, реально, куда тебе холодильник-то поставить? Ну, это я не знаю, куда холодильник поставить, сам решишь. Да какой холодильник, ребята? Паша, реально самому решить? Да, сам решишь, Саша, ты ж... Всё-таки как... Ох, ребят, сегодня весело будет. Ну, ладно, не важно. Паша, у тебя там холодильник в одно место только подходит. Ну, где холодильник стоит, там он и подходит. Я не знаю, зачем ты холодильник хочешь привезти, Пашу? Куда при чём? Ты чё дома у папы забыл? Ты меня увидел спустя 5 часов только, то я это понял. Да? Да? А ты чё? А? Гады? А чё вы тут делаете? Какие гады мы? Шо ты нас так называешь? Я прошу прощения, а чё вы тут делаете? А чё ты нас так убежаешь? Я действительно у Саши в квартире. А, реально? Это не монтаж? Да это не монтаж. Офигеть. Алло. Алло. Бэмбо, брат. Привет. У нас для тебя новость есть. Какая? Вы беременный? Алло. Слушай, Серёжа, можешь оценить мою кофточку? Ты мою? А у меня комната оценить. В смысле? Я тоже что-то не понял. А вам куда холодильник поставить? Я, скорее всего, думаю, знаешь, холодильник вот сюда прям поставим. Вот сюда. Вот туда, да? Понятно. Я ничего не понял. Фанзи, ты чё на боконе забыл? Уроды. В его одежде. Ты ещё бы его трусы наделал. Да мы про холодильник. Подожди, а руда получается в одежде Фанзи, да? Нет, нет. Сейчас покажу. Садитесь. Саш, ты думаешь, ты думаешь туда, да, получается, холодильник поставить? Там, где стул. Вот сюда, на кровать я положу. Ты сам сказал мне самому выбирать. Я хочу сюда, чтобы он спался. Либо рядом поставлю. Ну ладно, там сам решай. Угу. Серёж, как думаешь, куда лучше холодильник поставить? Алё. Алё, куда холодильник лучше поставить? Куда холодильник поставить? Под подушку. Под подушку? Хорошо. Ой, я даже как Паша отвечаю уже. Посмотри просто. Всё, давайте, мужики. А потом мы решили зайти в мой дискор сервер и устроить небольшой пранк. Давай забаним лучше всех. Всё, я от лица Фанзи прямо сейчас баню всех на рисмайне. Да, я всех забанил. Не надо, дядя. Всё, Паша попался. Смотри, мы трое, мы на строе на сервере. Ты чё надела? Не надо, дядя. Фанзи, Фанзи, ты чё надела? Ты всех забанил? Да, всё, все в бане. Это видос? Это видос? Да, видос. Фанзи, я к тебе выезжаю. Всем привет, ребята. Не надо ко мне выезжать, не надо. Всё, я еду к тебе, Фанзи. Реально? Да, всё, я поехал к тебе, Фанзи. Давай, пока. Бужный как всех банит.